Бог и дьявол Как метафора, это законно и правильно, но свидетельство Священного Писания определяет, что, конечно, Бог и дьявол не на равных находятся. Дьявол не может бороться с Богом, он может быть только орудием в его руках. Ну, например, в послании Иуда, апостола Иуда, содержится такой эпизод, когда сатана спорил с архангелом Михаилом над телом Моисея, как равный спорил, архангел стоял на своем, сатана стоял на своем, то, чтобы разрешить этот спор, архангел сказал, да запретит тебе Господь. Вот, то есть, на самом деле, одного Слова Божьего достаточно, чтобы все движения сатаны умерли. Или, например, 40-я и 41-я главы книги Иова, говорят, расписывают всю мощь сатаны, фиксируя о том, что он есть царь над всеми сынами гордости, вставляют строчку о том, что только сотворивший его может приблизиться к нему. Или, скажем, свидетельство Евангелия от Матфея. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Или как может то войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? То есть, представляется, что сатана владеет неким царством, ему проданы все души, особенно душ умерших находятся в мрачных преисподних земли. И понятно, что захватить его дом, разрушить его дом может только тот, кто сильнее его. И Христос про это указывает, что я на самом деле могу войти и расхитить его дом, то есть вытащить, вырвать из его лап все похищенные им души. Вот, ну иначе я могу связать сильного, и единственный, кто может связать этого сильного в сатану, это только Господь. Вот, ну мало того, например, уж совсем определенное свидетельство о послании апостола Павла к римлянам. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. То есть, Бог мира сокрушит сатану. Понятно, что он сильнее. Но самое важное, самое такое вот замечательное свидетельство, в принципе, содержится, разбросано по всем местам в Священном Писании Нового Завета, особенно ярко выделяется в шестой главе послания апостола Павла к Эфесиным. Не только Христос, не только Бог, даже человек может выйти на брань сатаной и победить. Это декларированное свидетельство. Если вы попробуете это сделать, у вас ничего не выйдет, хотя, строго говоря, каждый из вас это уже однажды сделал. Когда он крестился, если это в сознательном возрасте было, то он сделал сам, если в несознательном, то за него сделали это крестное. Они дунули и плюнули на сатану, отреклись от него, показали ему бе-бе-бе и повернулись ко Христу. То есть, этим показывая, что они вменяют его ни во что. Это очень дерзкое действие, и оно до сих пор осталось в чине крещения, именно как дерзкое действие. Показывая, свидетельствую человеку, что он бросает вызов сильнейшим. Тот-то неизмеримо сильнее всякого человека, гордому, наглому, сильному, сильнее всякого ангела, всякой силы, всякой власти, всякого духа, находящегося на небесах. И только сотворивший его, только Бог, Творец его, может найти на него управу. И поэтому, если я бросаю ему вызов, единственный выход у меня спрятаться от его мести, это взойти под кровь Всевышнего, сочетаться со Христом. Сочетаться со Христом и значит, что отныне во мне живет Бог. Особенно это важно, когда миропомазывается человек, становится сосудом святого духа. Естественно, тот, кто в нас, как говорит апостол Иоанн Богослов, тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Но для этого, чтобы вообще сотворить с ним брань или хотя бы остаться неуязвимым для его стрел, надо непрестанно осуществлять свою связь с Богом, постоянно проживать свою жизнь с Богом. Постоянно – это значит постоянно. То есть не по воскресеньям, не по праздникам, а всегда. Потому и получается так, и мы задаем вопрос, почему. Мы думаем, что можно после того, как мы крестились, просто прожить жизнь ни шатка, ни валка. Ну, скажу на Пасху, ну, скажу на Рождество, ну, еще когда-нибудь скажу, что остальное время проживу как-нибудь, да не получится. Потому что, как только вы перестали ощущать в себе Бога, как только нету в нас присутствия силы Божьей, приходит тот, кто ненавидит нас самой лютой ненавистью. Он человекоубийца, сатана. Он ненавидит каждого человека, но особенно ненавидит христиан. Ненавидит самой пламенной и лютой ненавистью. Мы представляем себе эту ненависть в виде какого-то там монструозного чудовища, которое пышет у нас огнем. Те, кто видели его лицо, так не думают. Это ненависть, которую живое существо, живой человек выдержать не может. Я подозреваю, что и ангел бы, и сильнейший из них, не будь они в благодати Божьей, не выдержали бы этот невыносимый, ненавидящий лик сатаны. Это больше, чем смерть. Это больше, чем ненависть. Человек просто умирает мгновенно и сразу. Если только он увидит это, почувствует эту приближающуюся к нему силу зла. Мы не оставляемся Богом до конца. Но то, что наша жизнь начинает рушиться, и то, что в нашу жизнь проникает зло, и проникает, как правило, через самые немощные сосуды, те, которые дальше всего от Бога. Какой-нибудь пьющий муж, легкомысленная женщина, ребенок, сидящий у компьютера. Те люди, которые наиболее уязвимы, через них и начинает проникать в нашу жизнь зло. Неверующий начальник, грешник, сотрудник наш. И все начинает рушиться. Сатана вторгается в нашу жизнь, чтобы причинить нас максимальное зло. Он бы сожрал нас мгновенно бы и сразу. Да Бог не отпускает. Он только... Мы умоляем его присутствие в нашей жизни. И это видно. Вместо того, чтобы прибежать к нему, искать, Господи, защити, и так установить с ним связь, чтобы никогда зло больше не проникало, мы начинаем усиливать это зло, осуждая, раздражаясь, борясь со злом своими собственными силами, отдаляя себя от Бога все дальше и дальше. Но если мы со Христом, то, конечно, ничего Он нам сделать не может, если не будет попущено Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok